99,6, это Финам.ФМ, программа Pro и Contra в студии Константин Андреев. За окном вторая половина марта и привычные для этого, непривычные для этого времени года морозы в минус 5-10 градусов. Сейчас, конечно, трудно представить, что очень скоро на улице будет жарко, лето, и всем нам без исключения захочется холодненькой воды. А кому-то, как писал Михаил Булгаков в самом своем известном произведении, большую леденящую кружку свежего пива. Перспектива развития отечественного рынка пива. И вот тема, на которой мы сегодня говорим в студии. У нас директор по корпоративным отношениям компании SunInBive Андрей Ерин. Это компания, которая лидер, второе место занимает по продажам пива. Я правильно понимаю? И Валерий Гирюгов, генеральный директор компании Visma, владелец бренда Arhus и еще некоторых брендов воды. Вы тоже лидер в своей области. Правильно я понимаю, Валерий? Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле формальным информационным поводом для нашей беседы стала история о том, что, возможно, скоро на российский рынок вернется небезызвестная вода грузинского происхождения. Боржоми. Такое заявление было сделано еще в октябре месяце грузинской стороной в адрес Роспотребнадзора. Пока вместе с винами этот вопрос рассматривается. А самое главное, как такое, например, возвращение повлияет на рынок воды, да, и в том числе косвенно, может быть, отразится на рынок пива. Это заход нашей темы, но на самом деле будем, конечно, говорить куда более широко и о том, какие проблемы у компаний пивоваренных и производящих воду бутилированную, и о том, какие перспективы развития. Ну, к сожалению, так получилось, что у нас вот традиционно, да, у павильона пивоводы то, что называется, то есть всегда объединяют одно с другим, хотя я понимаю, что, в принципе, по технологическим параметрам, по всему все очень разное. Разное производство, все разное, но, тем не менее, вот такое объединение есть. Если у вас есть какие-то замечания, есть какие-то вопросы к нашим гостям, присоединяйтесь к нашему разговору 6510996495, код города Москвы, и финам.фм, страничка программы PRO и CONTRA. Пишите, звоните, я думаю, что наши гости будут рады ответить на ваши вопросы, может быть, как-то оппонировать вашим репликам каким-то, а может быть, вы захотите им оппонировать. Я хотел бы начать с вопроса Валерию. Так вот, собственно, затравочная история, да, приход на наш рынок боржоми, возвращение боржоми после, там, шестилетнего перерыва каким-то образом может сказаться на рынке воды бутилированной, газированной воды, на рынке минеральной воды? Ну, естественно, должен и скажется в обязательном порядке. Появляется не то, что новый игрок, потому что группа боржоми и ДС боржоми присутствует на российском рынке, и у них много здесь марок своей воды. Это такая, как и Эдельвейс, это Липецкая вода, у них есть несколько марок украинской воды, которую они привозят из Украины. Это Трусковецкая, Моршанская. На Украине они, кстати, являются однозначным лидером рынка и никого туда стараются не пускать. А то, что возобновляются поставки боржоми на российский рынок, это, конечно, очень положительный, я считаю. Для вас даже положительный? То есть к вам приходит конкурент, у которого, как я посмотрел, там за прошлый год 140 тысяч, 140 миллионов. Ну, вы знаете, как бы я не обращал сейчас внимания большого на цифры. У меня всегда было, есть и будет, наверное, убеждение в том, что, в общем, здоровая, и еще раз хочу сказать, именно здоровая конкуренция, она всегда полезна, понимаете? И это очень хорошая, наверное, хорошая новость для рынка и для граждан России, потому что очень много любят этот продукт, я имею в виду воду боржоми, да. И, конечно же, люди ждут, многие, когда она вернется на рынок для того, чтобы можно было ее употреблять. Вот полезно или не полезно этого, да, это уже другой вопрос, как бы, да. Ну, это вопрос, как раз потребно отзору. Для себя, да, определит этот. А то, что возвращается, лично мое мнение, однозначно, да, чем больше конкуренция, тем больше пользы для рынка. Андрей, вы считаете так же? Чем больше конкуренции, тем больше пользы, при условии, что с грузинской стороны пивовары грузинские вам, конечно, не конкурент, хотя есть какой-то небольшой процент грузинского пива, вообще такого нетрадиционного для Кавказа напитка, как пиво. Ну, давайте мы все-таки Кавказу оставим их исконный продукт. Вино? Это вино, да. Боржоми мне нравится, я сам в детстве пил. То, что касается конкуренции, здоровая конкуренция, я подчеркиваю, здоровая конкуренция и честная конкуренция, это всегда хорошо, потому что если появляется какой-то один игрок на рынке, там или два игрока, которые пытаются рынок переделать, это неправильно, это плохо для потребителя, это плохо и для производителя в том числе. Поэтому компании должны играть по правилам на данном рынке, соблюдая полностью все законодательство. Я единственное хотел подправить, у нас действительно не очень простое звучание названия компании. Сан-Ин-Беф. А, Ин-Беф. Сан-Ин-Беф, да. Крупнейшей пивоарной компанией в мире. Извините. Да. Поэтому, ну, непростое название, поэтому... А вот, кстати, скажите мне, вот вы говорите, играть по правилам должны, а вот мне было, до того, как мы начнем обсуждать правила, мне было интересно, а вы действительно, вы ощущаете себя, ну, понятное дело, да, что там есть некоторая сезонность и в пиве, и в воде, да, в увеличении продаж, и... Ну, понятно, что это за сезонность, кроме всего прочего, да, пивоаренные компании, как правило, еще имеют, так сказать, побочную ветвь в России, по крайней мере, под названием квас, который, тем более, в сезон конкурирует напрямую с водой, да, там, с минеральной или, там, со сладкими какими-то напитками, там, ну, условно сладкими. То есть мы не берем сейчас крупных производителей типа Coca-Cola и Pepsi, но, тем не менее, вы считаете, что вы конкуренты? Вы можете говорить, что вот на определенном этапе, там, сезонном, там, ваши продукции, ваши продукции конкурируют? Однозначно. Конкуренция, если в том плане, что человек подходит к магазину, как мы сказали, павильон пивоводы, всегда в Советском Союзе было пиво безалкогольная промышленность. Мы буквально только с января прошлого года волшебным образом стали алкогольной продукцией просто вот по мгновению волшебной палочки. Это было сделано. По мгновению волшебной палочки Государственной Думы. Ну, в том числе, да. Так, в плане конкуренции, да, если человек подходит и ему нужно утолить жажду, то он может выбрать между водой, пивом, лимонадом. Валерий, а у вас, кстати, вот, я посмотрел там, я, к сожалению, сейчас у меня где-то есть, но я не уверен, что я сейчас быстро найду, да, у вас только минеральные воды, или вы делаете, у компании производят сладкую воду? Нет, сладкую воду. Лимонады. Лимонады мы на заре своей, как сказать, деятельности производили, были там крупнейшими производителями на Кавказе в то время. Но со временем, мы, кстати, и пиво производили, наверное, одними из первых в России. Еще в 96-м году начали производить пиво в ПЭТе, именно порошковое пиво. Но потом как-то где-то совесть проснулась, и я перестал это делать абсолютно. Ни пива больше мы не производим, ни слабоалкогольные напитки. Когда-то это было. А почему, кстати, отказались? Можете коротко рассказать? Ну вот, Андрей, извините, со всем уважением я отношусь, конечно, к вашей компании, но сравнивать воду и пиво для утоления жажды, это очень интересно, понимаете? Сейчас у нас в студии развернется маленькое конкурентное локальное противостояние. Это не конкурентное противостояние, понимаете, ну, рынок пива у нас полностью консолидирован. Если вот я говорю то, что очень полезна здоровая конкуренция, то в пиве ее практически уже нет. Сам Интербрев командует этим рынком полностью, и что хочет, то на нем и делает. И пытается нам сказать, что вот вы утоляете жажду пивом, и вам все будет хорошо. А вы пытаетесь сказать... Если человек разумный, и он потребляет тот или иной продукт, разрешенный, естественно, официально, безопасный, качественный продукт, в той мере, в которой ему приятно его потреблять, никакого вреда в этом не будет. А в плане того, что конкуренция, ну, это я так в качестве шутки для затравки сказал, конечно, это абсолютно разные продукты, совершенно разные технологии, совершенно различные целевые аудитории. Поэтому, и хотя мне очень приятно было услышать о том, что Сан-Инбиф рулит. Да, да. О том, что мы владеем этим рынком. А вы рулите? Вы считаете, что вы рулите? В России и в мире, конечно. В мире, да, это действительно крупнейшая пивоваренная компания. На российском рынке четыре крупнейшие пивоваренные компании занимают долю порядка 85-87%. Продолжим говорить о компании прямо после рекламы, не переключайтесь. Так, заговорились, что чуть не выскочили за новостью в первой четверочасовке. Возвращаемся. Про и контру. Говорим сегодня о пиве и воде, о перспективах развития этого рынка. И тут за кадром у нас произошла забавная история. Валерий Гирюгов, генеральный директор компании Висма, которая производит воду, открыл баночку энергетика, пока, значит, мы тут новости шли у нас. И сказал, что это энергетик его производства, и он какой-то совершенно инновационный. Вернул нас немножко к теме назад. Мы говорили о вреде и полезности пива и воды. Тут у нас даже небольшой спор вышел. А вот по поводу энергетиков, кстати. О пользе и вреде энергетиков. Ну, я с удовольствием могу ответить. Энергетик, вот если вы едете за рулем, да, устали, а вам надо доехать до назначения, он полезным будет или вредный? Полезным, наверное. Наверное, полезным в данном конкретном случае, хотя где-то он принесет какой-то вред для организма, потому что там в классическом энергетике используется таурин, да, тот, который имеет отрицательное воздействие на нашу сосудистую систему. Ну, то есть просто удар такой. Да, да, да. Объемистый удар. Да, удар, а потом резко как бы до снижения активности и вялость организма. И вот это как раз вредное действие на... Но при этом вы решили произвести энергетик. Да, мы решили произвести энергетик, потому что рынок энергетиков растет, и, ну, было бы глупо не использовать этот момент. И мы решили выпустить свой энергетик, но мы выпустили энергетик инновационный на самом деле, тот, который не вред приносит для организма, а пользу. Потому что вместо таурина мы используем дегидрокварцетин, тот, который получается из комля-лиственницы у нас в России. Ну, лиственница – это российское дерево, и только в России в таких количествах растет. И поэтому мы можем, в общем, гордиться тем, что мы выпустили, наверное, первый в мире энергетик, который полезен для здоровья. Здесь нет таурина, здесь есть дегидрокварцетин. Есть дегидрокварцетин, есть элькарнитин, тот, который тоже, да, полезен, и натуральный агротрутовый сок. А вот смотрите, мы начали, мы, вернее, в предыдущей четверочасовке подошли к некой теме под названием законодательство, да, немножко ее, так сказать, обрулили. Ну, сейчас вот я хотел бы к ней вернуться. Если, например, будет запрещен на каком-то этапе, ну, или, по крайней мере, то, к чему несколько раз подбирались наши законодатели, да, ограничить рынок энергетиков, как-то его регламентировать. И вы же тоже, ваш инновационный продукт тоже под это подпадет, делает? Нет. Каким образом вы будете выруливать из этого, например? Ну, мы будем выруливать. Тем что, тем что этот энергетик не такой энергетик, как другие. Да, у нас основное действующее вещество, та, которая полезна для здоровья, и та, которая не вредит сердечно-сосудистой системе, а наоборот восстанавливает. Валерий, ну, вы же понимаете, что, вы же понимаете, что, там, законодатель, он не химик, да, в основном, в массе своей. Химик-химик. Химик, еще какой химик, я вам скажу. То есть, надо будет в законе тогда прописывать, что... А так в законе же не скажут, энергетические напитки запрещены. А запрещение, запрет будет касаться использования энергетических напитков, таких вот, таких конкретно ингредиентов, да, предположим. Вот пиво, например, вот вы говорите, не химики, да, наши законодатели. Вот пиво, раньше как варили? Что такое пиво, да? Это вода, солод и хмель, да. А сейчас? Вот что вы добавляете? Андрей, что такое сейчас пиво? Вот расскажите, а что такое пиво сейчас, да? Ну, Валерий нас пытается сдвинуть в сторону немецкого закона о чистоте пива. Такой действительно существует. Закон был принят в 16 веке. Да, в 1560 году, по-моему, каком-то, да? В 60-х, да. И, на самом деле, этот закон был принят исключительно по коммерческим соображениям, потому что на тот момент не то, что нельзя было использовать, а то сырье, из которого производили, оно было в ограниченных количествах. Ну, понятно, то есть... Пиво вареный ячмень, и его нужно было как-то сохранить, потому что было экономически невыгодно из него для широких масс населения производить. А из чего варили пиво в 16 веке в Германии? На сегодняшний день, то есть, это действительно специально подготовленная вода, хмель, солод, ну, и иногда какие-то такие природные добавки, но... Как дрожжи, да, например? На сегодняшний день, на сегодняшний день... Кукуруза, рис, патока и так далее. Очень много такого природных... Подождите, подождите, зайдите, давайте дадим Андрею. На сегодняшний день вот этот закон немецкий, он касается только пива верхового брожения. То, что касается пива низового брожения, туда уже разрешены добавки всевозможные, в том числе и зерновые культуры, те, которые на сегодняшний день входят в список разрешенных добавок, утвержденных и исследованных, естественно. И, кроме того, в Германии, несмотря на наличие такого закона, есть, точнее, на рынке присутствуют импортные сорта пива, которые произведены и из риса, и из кукурузы, и из сорга. В зависимости от страны происхождения, то есть это Япония, Мексика, Аргентина, те сорта, которые производились исконно из данной национальной культуры. Но от этого они на немецком рынке и вообще на любом зарубежном рынке не перестают называться пивом. А какая доля этих напитков на немецком рынке, если вы будете говорить, честно говорить? Здесь важна не доля, а то, что они не перестают называться пивом, а вот то наименование, которое законодатели ввели у нас в России, пивной напиток, то есть это получается по существу нонсенс, потому что нигде в мире этого нет. А как это называется на Западе, если это не называется? А, все равно пиво. Даже если мы говорим о... Рисовое пиво там. Абсолютно. Если мы говорим о знаменитом бельгийском пиве, который вообще делается с большим количеством добавлением ягод, причем свежих ягод, клубника, вишня, да, вот эти крики знаменитые, они все равно, это все равно пиво. Пиво разнообразное по качеству, разнообразное по своим категориям людей, которые его потребляют. Вы сейчас тут заспорили, а мне пришла в голову, про воду вы сказали, специально очищенную воду, а мне пришла в голову мысль такая, а вы за источники воды конкурируете между собой, потому что понятно, что, в принципе, там пиво, да, пиву нужна хорошая вода, и вы добываете, ну, то есть вы откуда-то же не из водопровода берете воду? Ну, в идеале. Вы ко мне обращаетесь или к Андрею? Да, к вам. Ну, понятно, но я думаю, что Санэнтербио воду берет однозначно из водопровода, и специально ее подготавливает для того, чтобы получить пиво. Потому что, на самом деле, что такое пиво? Это, ну, на самом деле, настоящее, вот что такое пиво? Шишковый хмель, солод и вода. А сейчас в этот напиток, который теперь называют пивом, особенно у нас, вот мы Андреем тут спорили, и вот Андрей доказывал, что они много продают российского приготовленного в России пива в Германии. Ну, это как бы бред. На самом деле это реклама. Нет, сейчас подождите. Балтика только так и рекламирует себя, которая вам принадлежит на сегодняшний день. Именно так себя рекламирует. Вот мы продаем там в 100 странах мира, там или в 70... Балтика принадлежит нам? Не вам? Нет. А, извините. Не нам. Ну и... Хотя это интересная мысль. Да, конечно. Купить Балтику или продвигаться на западный рынок. Надо с коллегами обсудить. А у вас, смотрите, у вас вот, например, есть Клинская, которая знаменитая, вот эта вот всем навязшая реклама. Это в прошлом. Да, да, агрессивная, но на каком-то этапе, да, навязшая реклама. А вот, ну, понятно, что... Понятно, что сложно продвигать пиво в Чехии, сложно продвигать пиво в Германии, да, в традиционных пивоваренных странах. Тем не менее, ну, куда-то же можно продвигать пиво. Ну, например, вот в рамках бывшего Советского Союза. Вы знаете, теперь и у нас его будет очень сложно продвигать. С учетом того, что с 1 января текущего года запрещена всяческая реклама алкогольной продукции, в том числе и пива. Слава богу. То есть потребитель потерял полностью источник, откуда он будет узнавать о появлении на рынке новых продуктов. Вот смотрите, реклама пива запрещена, то есть ее было много, да, потом ее сокращали, ужимали, ужимали, ужимали законодательным образом. Сейчас совсем сократили и осталось только, я не знаю, вешать баннеры на... Это большой-большой плюс для нашей страны, понимаете? А вот у вас, например, реклама воды минеральной не так много и никогда много не было. Ну, извините, нас сравнивать бесполезно, да, как бы. Наш денежный поток любого, да, там, производителя. Вот мы же говорим, что четыре фирмы в России, да, там, контролируют объем рынка, там, пива. На самом деле, слава богу, что им запретили, и я готов там поклониться в пояс нашим законодателям. Это единственная, может быть, польза там от этих людей, которую они за всю свою жизнь принесли, да, в России. Потому что после того, как перестали зомбировать особенно молодежь, вот эти монстры, да, своим, своими пивными напитками, вот вы упомянули, Клинская, да, сейчас очень серьезно растет доля рынка местных производителей. А доля рынка местных производителей может расти в соревновании вот с этими гигантами только качеством напитка, понимаете. То есть огромный рекламный бюджет этих монстров дает им возможность не пиво производить, а пивной напиток, который вот именно в России разрешено производить на самом деле. Я хотел бы эту тему как раз закинуть на следующую четверть часовку после рекламы. А сейчас коротко вот вас, Валерий, спросить по поводу воды, все-таки я хотел бы вернуться к воде, потому что огромное количество подделок, огромное количество, ну, то, что называется фейковой воды, да, когда под вашей, в том числе, маркой наливают там воду из-под крана, закачивают туда СО2 из баллончика, и вот вроде как газированная вода, или там, которая продается даже под названием минеральная. То есть в вашей отрасли тоже есть подмена понятий. Вы знаете, где поддельный архиз продается? Вы видели его, держали в руках? Нет, я не проводил анализ просто там архизы. Несмотря на то, что я не буду сейчас, вот знаете, полностью на 100% отрицать наличие подделок под наши продукции. Ну хорошо, не архиз, но есть другие марки. Я думаю, что может быть где-то кто-то и поделает, но это оно настолько в маленьких объемах, что это даже об этом говорить трудно, но мы постоянно отслеживаем эту проблему, да, и постоянно ей занимаемся. Это было раньше там в Санкт-Петербурге, но мы уже со всеми договорились, чтобы они этого не делали, да. Вот, было в Подмосковье. А как можно договориться со всеми, со всеми контрафактчиками, интересно? Ну там их было всего там две фирмы, которые пытались это все делать. Ну мы смогли договориться и убедить их, что лучше торговать нашей водой настоящей, нежели там впаривать потребителю поддельный архиз, получить на этом какую-то сиюминутную прибыль, а дальше потерять просто-напросто этих покупателей. Они все равно не идиоты, они поймут, что это не настоящая вода и не будут покупать просто у них это, понимаешь, не продукт. И то же самое там в Подмосковье было парочку таких производителей, мы с ними тоже смогли договориться, да, там. Ну разными способами мы договариваемся на самом деле, убеждаем где-то. О том, как договариваться с производителями поддельной воды и поддельного пива, и что делать дальше, поговорим сразу после новостей, не переключайтесь. Продолжаем, у нас тут развернулась настоящая дискуссия. Настоящая дискуссия по поводу пива и того, как быть дальше, полезно, не полезно, что, кто, как пивоваренной компанией захватывает рынок. Да, в общем, за кадром даже интереснее, чем получается в эфире. К Андрею хочу... Если позволите, буквально два слова по поводу того, что прозвучало, я не знаю, был ли я услышан в конце предыдущей 15 минутки, по поводу пива, точнее продуктов, которые, как бы это помягче сказать, контрафактные или поддельные. Так вот, на сегодняшний день на российском рынке поддельного пива нет. И что касается развития малого и среднего пивоварения, мы двумя руками выступаем за это направление. Подтверждением тому является Российский союз пивоваров, в составе которого, помимо четырех крупнейших компаний, есть еще более, порядка 30 компаний российских, те, которые представлены на российском рынке. И мы вместе с ними решаем те проблемы, которые существуют на нашем рынке. А помимо того, что Госдума ограничивает рекламу, и какие еще проблемы существуют? Ну, помимо того, что есть государственное, очевидно, такое... А с какой стороны проблемы? Со стороны потребителей или со стороны производителей? Ну, например, со стороны производителей, какие есть еще проблемы у пивоваренных компаний, которые вы решаете совместно? Серьезные проблемы были при производстве, например, пивоваренного ячменя. Потому что Россия является достаточно сложной климатической условией в России. И произвести пивоваренный ячмень с заданными свойствами, а мы используем именно таковой, поскольку у нас по всему миру одни и те же рецептуры, одни и те же технологии, мы должны строго, совершенно им следовать. В этой связи в начале 2005 года мы запустили специальный агропроект. Насколько я знаю, другие пивоваренные компании тоже подобные проекты запускали. То есть мы сотрудничаем с фермерскими хозяйствами, выращиваем на полях специализированный ячмень, отборный. И вот те сорта, которые уже прижились на российской земле, из них производится как раз солод. На сегодняшний день, если мне не изменяет память, порядка 80% пивоваренного ячменя используем пивоваренными компаниями пивоваренной индустрии на российском рынке. Это ячмень, выращенный на территории Российской Федерации. А мы свою компанию «Санымдев» полностью обеспечиваем российским пивоваренным ячменем. А солод с содержанием белка какой? Содержание белка, скажите, какое в вашем солоде? Сколько процентов белка? Я вижу, у вас хорошая подсказка, вам там эксперты, наверное, присылают. А как вы хотите, вы врете постоянно. Валерий, следите за речью. Извините, да, но вы постоянно как бы подтасовываете факты. Значит, на сегодняшний день... Наши слушатели, наверное, представляют себе, что вы хорошее пиво производите. Сколько вообще вы производите сортов пива, можете, Андрей, сказать? Вот на российском рынке. Сколько вы производите сортов пива? У нас десятки сортов пива. Десятки сортов пива, понимаете? Сколько сортов воды вы производите? Из одного танка производится десятки сортов воды вы производите. Валерий, приходите к нам на любое производство, я с удовольствием проведу для вас экскурсию. Если ваши эксперты, ну, не смогли где-то... Да был я там, был я знаю прекрасно, как вы обманываете. Валерий, сколько... Вот, а вы говорите, нет конкуренции. Есть конкуренция. Вот в воде есть конкуренция. Конечно, есть там монстры, там, Кока-Кола, Пепси-Кола со своими американскими способами очистки воды, да. На самом деле, ну, то вода получается из крана, очищается там, да, и нам преподается акваминераль, минеральная вода там, да, понимаете? Бонаква, она не такая вот... Хорошо, вот смотри... Не так обманывает, да, нашего потребителя. Но еще существуют не десятки, вот, Андрей сказал, там, 30 производителей еще. На самом деле, я думаю, много производителей пива, да, там, и слава богу, они начали оживать после того, как... Ну и совсем маленькие. Ну, я думаю, тысячи фирм, да, которые производят воду по всей России. И на самом деле, вот эти небольшие производители, они имеют большую часть рынка. Потому что вот эти, как я уже сказал, монстры, Кока-Кола с Пепси-Колой, да, они контролируют, ну, где-то около... Совместно около 30% рынка. Все остальное российские, по большому счету, производители. То есть это выгодно. Про то, что выгодно производить пиво, это понятно. И вы тут, я думаю, найдете общий язык наконец. А вот воду тоже выгодно производить. Бизнес. Бизнес, это, значит, получение прибыли. И я не могу, вот, знаете, совсем что-то там говорить о транснациональных корпорациях. Они огромные. И у них, ну, прибыль это прежде всего. Смотрите, в каждом магазине... А у нас еще производитель, да, все-таки руководствуется где-то, ну, российская. Это черта, наверное, характера. Произвести то, что полезно для людей, понимаете. И очень хочется производить полезный продукт. Валерий, смотрите. Чем мы и занимаемся. Смотрите, вы, вот, Андрею упрекаете в том, что, да... Я Андрею не упрекаю. Ну, хорошо. Компанию, которую он представляет, упрекаете в том, что она вот производит такое количество пива, там, недостаточно даже продуктов для того, чтобы... Ну, они же сами сказали, ну, производим десятки наименований. Там один, а десятки наименований из него разливаются. Смотрите, 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 я хочу просто... Так сказать, встать в данном случае... Потому что тут перевес идет явно в вашу сторону. Я хочу встать сейчас на сторону планочки со стороны Андрея. Не в мою перевес. Я послушаю. А в пору перевес в пользу потребителя должен быть, понимаете. Есть в каждом практически маленьком и крупном магазине представлена вода под маркой Архиз. Неужели у вас такие... К сожалению, не в каждом. Неужели у вас такие огромные производственные мощности, что вы просто за счет вот этих вот источников, да, которые там... Мы, на самом деле, доля рынка, которую вот на сегодня мы занимаем, она меньше 6%, да. И мы можем добывать воды 3000 тонн в сутки. Вот 3000 кубов в сутки. Вы понимаете, сколько это? Добываем в среднем 1000-1500 кубов. Это в сезон, да. Но в сезон бывают пики, конечно, мы доходим до пикового потребления, да. Там и до двух с лишним тысяч тонн мы разливаем, да, там в сутки. Но на самом деле воды там, где мы находимся, да, на Кавказе, на самом... Ну, ее очень много. Очень много хорошая, очень много хорошей воды. Поэтому здесь вот, как бы я вам скажу, что не в нашу огород, да, этот камешек. Наша вода, которую мы производим, она на самом деле натуральная, настоящая и производится у нас там. Поэтому она дорогая, понимаете. Для того, чтобы довезти воду от нас с Кавказа, вот, предположим, на Урал, там, или в Сибирь, или же вот, ну, уже дальше туда, там, Иркутск, Дальний Восток. Вот, понимаете, вот даже на Урал привезти воду, литр, один воды привезти, мы платим железной дороге 5 рублей за один литр. Вот, представляете, вот вы взяли там 5-литровую бутылку, да, например, воды. Она там стоит, по-моему, около 90 рублей уже, да, там, на Урале. Но поверьте, что наша доля прибыли там, ну, мизерная. Так вот, уже 25 рублей просто мы отдали железной дороге. Вот настолько сейчас цены такие ужасные, да. Там инфраструктурные у нас в России, но это наша боль. Валерий, я вас прерву, у нас телефонный звонок. Я предлагаю, Юрий у нас на связи. Юрий, здравствуйте. Я предлагаю, Юрий. Юрий. Здравствуйте. Здрасте. Выключите, пожалуйста, радиоприемник, потому что я слышу себя. Да, хорошо, я выключусь. Ага, говорите по телефону. Да, мы вас слушаем, Юрий. Мне вот, честно говоря, смешно слушать бредни о пользе пива. Пиво содержит алкоголь. Алкоголь, уже доказано давно, что в любых дозах он вреден для организма. В любых. Даже в таких, которые содержат пива. Юрий, но мы сейчас, правда, про пользу пива ничего не говорим. Мы говорили про пользу воды с Валерием. Ну почему? Нет, говорили, говорили, говорили. Или воду попили, или пиво, что предлагает наш оппонент. Так, слушаем, слушаем, Юрий. Вот, пиво, оно, алкоголь, он является наркотиком. Это тоже доказано. Хотя по этому поводу еще идут полемики жаркие. Вот. Пиво, алкоголь, оно вызывает привыкание. И алкоголизм во многих случаях начинается именно с потребления пива. Поэтому как-то вот о пользе пива, чтобы пить воду или пиво, конечно, я предпочел бы воду. Ну, так для этого у нас в студии Валерий есть, который представляет как раз сторону воды. У нас тут получилась даже такая, вот в прямом смысле про и контра, потому что тут прям противостояние идет. Вот вы на стороне воды. Прекрасно. И я за все вот эти меры, да, то, что пиво наконец-таки признали алкоголем, это все правильно. Потому что, вы посмотрите, у меня вот школа, да, вот прямо из-за окошки школьники выходят и тут же пьют пиво, понимаете? С утра начинают. А вы думаете, это проблема только пивоваренных компаний, при условии, что им и так закрыли максимально, как сказал Андрей, с 1 января полностью закрыли весь рекламный, так сказать, рынок для пропагандирования собственного. Да не весь, далеко не весь. Ну, идет, так сказать, может быть какая-то инерция, потому что, но современные школьники 5 лет назад, там даже старшеклассники 5 лет назад пиво еще не потребляли. Это я помню, какая была довольно агрессивная реклама пива, да, мы с вами можем помнить. А те, о ком вы говорите, Юрий, люди, которые там, если говорить о даже старшеклассниках, они не обращали внимания на рекламу пива, когда это было повсеместно. Как понять, не обращали? Ну, и они были слишком маленькие еще для этого. Да вот как раз маленькие, маленькие, вот туда им всовывалось на подкорке все это, а специалисты этим занимаются всем этим. Я, давайте дадим возможность Андрею ответить на рекламу, на реплику Юрия. Все-таки, возвращаясь сначала к количеству сортов пива, вообще в мире существуют тысячи сортов пива, и от этого еще никому не было плохо. То есть сотни сортов в той же самой Германии, в Бельгии, причем совершенно различных. В качестве солода используется не только пивоваренный ячмень, используется пшеница, используется овес, используется рожь, разнообразные материалы. И именно поэтому этим обусловлено разнообразие сортов, то есть на любые вкусовые предпочтения. Если мы говорим о производстве поддельного пива, его на российском рынке не зафиксировано. И вот нападки со стороны Валерия, у меня создается впечатление, что он хочет все-таки вернуться в пивоваренную отрасль, и сейчас как-то вот для себя... Я думаю, что если он захочет вернуться, он вернется. Нет, мы будем с большим удовольствием примем его в лоно Российского Союза пивоваров. А то, что касается... Чур меня, чур меня, у меня совесть есть, понимаете, в отличие от ваших пивоваров. Это не запрета. Мы говорим о производстве абсолютно легального продукта, продукта с вековыми традициями. Давайте запретим все. Давайте запретим коньяк, давайте запретим водку, давайте мартини запретим. Все то, что содержит алкоголь хоть в каких-то количествах. Давайте устроим сухой закон. Да, кефир в том же числе. То есть это не решение вопроса. Важно развивать культуру потребления. И мы этим занимаемся, причем занимаемся вместе с государственными структурами. Да, которые вы почти все купили. Андрей, я вот хотел... Это вопрос лоббизма, это немножко другое. Андрей, я хотел бы вот вам какой вопрос задать. Понятно про большое количество сортов пива, понятно про... Мы вообще про воду будем говорить. Про воду мы говорим с вами постоянно. Вы много говорите про воду. Я так изредка в крапе не делаю. Андрей, я хотел бы прям коротко сейчас задать вам вопрос, а ответить, наверное, попрошу вас сразу после блока новостей, потому что у нас меньше сорока секунд осталось до новостей. Вот какой вопрос. По поводу пива понятно, но есть ли у вас в компании какие-то побочные производства? Я имею в виду тот же квас, может быть... На российском рынке мы производим только пиво. И на сегодняшний день так уж случилось пивные напитки. Напитки на основе пива. И еще вот мне подсказывают, что сейчас у нас на связи Наталья. Наталья, не вешайте, пожалуйста, трубочку. Через буквально полторы минутки вернемся в студию. Продолжим программу про и контура. Последние четверть часовка у нас спереди 99,6. Финам. ФМ. Продолжаем. Продолжаем нашу дискуссию по поводу пива, воды. К нам присоединилась Наталья еще до новостей. Наталья, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада вас слышать. Значит, ну, первое, что хочу сказать. Я сама не пью ни пива, ни каких спиртных напитков. А моя мама пьет пиво, поэтому я немножко в курсе так изредка. Знаете, что хочу сказать? Конечно, бросается в глаза сразу. Я просто вот не выдержала, позвонила. Валерий очень сильно нападает на Андрея, как-то так по-хамски. И хочется Андрея защитить. Вот. Защищайте. А вы знаете, на самом деле, я могу вам сказать, как маркетолог, специалист по маркетингу, могу вам сказать, что, к сожалению, наличие рекламы не влияет никак на потребление спиртных напитков. А простите, Наталья, простите, я вас перебью. А вы в какой области маркетолог? Я маркетолог. Нет, я не в пивной, но, тем не менее... В алкогольной. Ну, да. Ну, это общая тенденция, что... В алкогольной промышленности. Да. И поэтому тот, кто производит воду, для вас хам, да? Нет, я об этом не говорю. Я говорю о том, что... Это все, что только я могу... Валерий, подождите, давайте дадим на акаде сказать. Подождите, я хотела сказать, вот, Валерий, да, вот это хамское как раз поведение мне не нравится. Извините. Умейте выслушать, вас же слушают. Я хотела сказать о том, что посмотрите в Европе, несмотря на то, что есть реклама пива, несмотря на то, что пиво пьют, но пиво пьют немного, умеренно и очень красиво. То есть нет вот этого вот такого вот, как у нас в России, да, когда в метро там пьют или еще где-то. Там все это очень цивилизовано, и люди знают меру. И это все, все это культурно и нормально, понимаете? Дело в культуре как раз, общечеловеческой. Дело не в наличии там... Если мы запретим пиво вообще, допустим, закроются пивные гиганты, неважно, все равно у нас люди начнут какой-то контрафакт пить и будут травиться, понимаете? Вот. И действительно пиво по сравнению, допустим, с более крепкими спиртными напитками нет контрафакта сейчас, и слава Богу. И вы знаете, по поводу натуральности и натуральности хочу сказать. Вот маме покупаю пиво как раз в компании Sun & Bef. Вот. Ну, есть у нее сорта, которые она любит. Вот. И мама у меня медик, умная женщина, и она традиционно, знаете, с советских времен, выбивает немножко вот пива, остальное на волосы. Вы знаете, я попробовала как-то. Это потрясающий совершенно эффект. Я не знаю, я думаю, что, наверное, если бы это был какой-то жуткий ненатуральный продукт, то, наверное, ну, это... Ну, не было бы такого эффекта. Вы знаете, это правда здорово. Наталья, а если бы вы потом пиво смывали водой Архыс, я вам скажу, у вас бы волосы были лучше, чем после шампуня и всяких известных марок. Спасибо вам огромное. Пока мы не отключились, Наталья, я хочу попросить прощения, если вы посчитали меня хамом. Но это единственное, что я могу противопоставить. Вот свои эмоции. Единственное, что я могу противопоставить этому монстру, понимаете, я имею в виду пивному гиганту. Ну, я думаю, что Наталья услышала ваши извинения, она уже отключилась. Давайте мы все-таки попробуем. Значит, один-один, да, Юрий высказался против пива, Наталья высказалась за пиво, ну, то есть, в общем... Я единственное хотел добавить вот в плане рекламы. Действительно, эти исследования проводились, они проводились во многих странах мира в отношении различного вида продуктов, не только алкогольных. Реклама действительно не влияет на количество потребляемого продукта, она влияет только на выбор продукта. То есть, когда покупатель идет, покупает тот или иной продукт, но разных компаний. Понятно. Давайте я вас немножко примерю, давайте поговорим с вами на... Ну, вы спорили. Давайте с вами поговорим на общие темы, которые, понятно, и вам, и вам. Ну, во-первых, интересно про упаковку, да, потому что и вы, и вы пользуетесь, ну, и бутылками, и стеклянной тарой, и пластиковой тарой. Вы, наверное, в большей степени, Валерий, используете пластиковую тару, потому что пиво сейчас как-то чуть пытаются все-таки обратно... А вы банками пользуетесь, жестяными... Больше половины пива выпускается в ПЭТе. Больше половины. Насколько это... Вот мы как раз хотели... Мы еще до начала программы вот с Андреем обсуждали, да, этот момент. Вот он что-то хотел сказать по этому поводу, по поводу ПЭТов, по поводу законодательства. Значит, на сегодняшний день, действительно, на российском рынке порядка 50% пива производится в ПЭТ-упаковке. Если мы сравним с другими странами, например, странами Таможенного Союза, в Белоруссии более 80%. В Казахстане порядка 25%, несмотря на то, что там существует официально запрет производства пива в ПЭТ-упаковке, но они это делают в процессе разливания этого пива в магазинах. То есть пиво отдельно, ПЭТ отдельно разливается, потребители уносят это в этой упаковке. Раньше были бетончики, полиэтиленовые пакеты, чтобы вот это, видно, как-то оградить потребителей. Вообще, мировая тенденция такая, что производство ПЭТ, в том числе для напитков, каждый год увеличивается на 6%. Соответственно, Штаты, вся просвещенная Европа производит пиво, в том числе в ПЭТ-упаковке. Не только пиво. В Китае водка, в Италии, во Франции разливают вина, совершенно верно. А вы вот, извините. Поэтому, вот та проблема, которая на сегодняшний день обсуждается, о возможном запрете ПЭТ-упаковки для алкогольной продукции, проведено огромное количество исследований. ПЭТ официально разрешен и на рынках Соединенных Штатов, и в Европе. Есть комиссии государственные, которые проводят ежегодный анализ на безопасность данного продукта. На сегодняшний день не существует исследований, которые бы хоть в малейшей степени говорили о том, что это вещество оказывает какие-то вредные воздействия. Более того, в плане экологии, это более приемлемая упаковка, потому что она на 100% перерабатываемая, и производство ПЭТ-упаковки из вторичного ПЭТа, в том числе, оно абсолютно обоснованно, и оно существует. Валерий, у вас какие-то исследования на эту тему проводились, и как, по-вашему, вода... Вот, кстати, Боржоми сейчас вернется обратно, и я не уверен, что оно не вернется в стекле, например. Оно вернется и в стекле, и в ПЭТе обязательно. А насколько, вот, кстати, вот, ну, с пивом понятно, да, там есть разные мнения, в том числе, что там в ПЭТе пиво теряет какие-то свойства свои, а вот по поводу воды. Вот насколько, надо ли, например, моду вводить на стекло, или не надо? И насколько это небезопасно? Нет, я думаю, что абсолютно не нужно, потому что, в отличие от спиртных напитков, вода не обладает такой агрессивностью, да, как спиртной напиток и взаимодействие с... А упаковка на воду не влияет на качество воды? Нет, не влияет. Если произведено на хорошем оборудовании, и перед этим была обработана упаковка, то никак она, конечно, не влияет. Вот мы, когда разливаем, там, свою продукцию, мы сначала этой же водой, которую потом, ну... Наполняете бутылку, сначала ее моете. Сначала мы водой нашей моем, да, которая уходит, да, а потом дальше она поступает, там, тара на линию розлива, и дальше наполняется уже чистой водой. И никаких проблем от этого нет. Но, конечно, более эстетичная эта бутылка стекла, да, и, я так понимаю, в ресторане это будет стекло, а домой тащить, там, большую бутылку стекла или много бутылок стекла, я не вижу смысла абсолютно. И, конечно же, удобнее потребителю именно в ПЭТ упаковку. Сейчас немножко потрафим, сейчас немножко потрафим зеленым, проводится ли в вашей компании, в вашей компании, может быть, какими-то объединениями, в которых вы состоите, да, исследования на предмет быстроразлагаемых. Ну, вот вы сказали, что есть вот повторичный ПЭТ, например, на предмет быстроразлагаемых, потому что бесконечно все равно говорится о том, что пластиковая тара, это несколько сотен лет. На самом деле, если мы говорим о разложении... Важно собирать используемую тару, а не говорить о том, как хорошо она или плохо разлагается, потому что, опять же, вот заявление о том, что алкоголь более агрессивный, не менее, это, ну, скажем так, это эмоциональные вещи. Вот мне повезло, вы сказали, в правительстве химиков мало, мне повезло, я химик, я закончил Московский институт химической технологии, плюс к тому аспирантуру Московского госуниверситета. И могу сказать с полной определенностью, вот те исследования, которые проводятся, мы, естественно, все это дело мониторим, используется то вещество, в частности, ПЭТ, которое обладает абсолютной устойчивостью к любого рода материалам. Мы проводили исследования и при повышенной температуре, и при ультрафиолетовом облучении, и при добавлении туда не просто 8% этиленгликоля, но и 96% результаты однозначные. Никакого перехода не существует, я имею ввиду, вредных веществ из ПЭТа в пиво. А вот та легенда, которая говорит об ухудшении качеств, о том, что кислород уходит, там углекислый газ уходит, кислород приходит. Буквально в прошлом году проводили исследование в Менделеевском центре, цифры совершенно однозначные. Если пиво хранить положенное количество, которое заявлено, и при тех условиях, которые определено, а не выставлять его на солнце, оно полностью сохраняет свои вкусовые качества, и на безопасность это уж тем более никак не влияет. Ну, короче, прорекламировали пиво в очередной раз, да, и в ПЭТ упаковке. Почему? Нет, почему? Прорекламировали и воду тоже. Мы собрались здесь поговорить о том, насколько, я так понимаю, полезно, да, там, то или другое. Нет, ну, на самом деле, ну, удивительно, удивительно, я честно вам скажу, что, да, дискуссия первый раз приняла такой характер, но это исключительно из-за того, что вот вы с такими полярными мнениями, потому что... Из-за моего хамского поведения. Ну, хотя вот вам тут пишут хахап, некий Алексей пишет нам на сайт финам.фм, пишет хахап, оборник чистоты противника алкоголя. А какой совести можно говорить, если бутылку пива купить дешевле, чем бутылку газировки? Ну, спорное утверждение, на мой взгляд. Газировки, может быть, во-первых, очень спорное, да. А если вы хотите покупать что-то дешевое, покупайте что-то дешевое, да, но надо себя уважать и покупать. Если вы, например, опять, я о воде уже говорил, что на самом деле в воде 30% это логистика цены. А наше государство, к сожалению, так сделало, что логистика выросла там точно так же в цене, как у нас там и электрического, газ и так далее. Ну, к сожалению, вернее, может быть, к счастью, программа немножко поменяла сегодня свой формат. Больше было споров по поводу полезности и неполезности, потому что обычно у нас, конечно, идет разговор о том, насколько тяжело жить российскому производителю. К счастью, нашим производителям жить хорошо. Это была программа Pro и Contra. С вами был Константин Андреев. Хорошего дня. Продолжение следует...